Салюта всем, дорогие друзья, с вами Дода, и сегодня я хочу рассказать о пяти самых распространённых ошибках, которые допускают игроки в Сити Скай Лайнс при прокладывании маршрутов метро. У нас же было с вами про автобусы, про трамваи, вот теперь мы дошли до метро. Показать я буду на примере вот этого тестового городка, и также ещё будет городок, который мы построили в шестом сезоне, если хотите, ссылочку на плейлист я оставлю в описании, можете посмотреть, как я строю. Ну, собственно, всё, поехали. Итак, ошибка первая. Несколько линий в одном тоннеле. Вообще, с метро мы исповедуем следующий принцип. Одна линия метро, один тоннель, одна станция. То есть всё должно быть индивидуально. Это очень важно, и сейчас я объясню, что я имею в виду. Итак, допустим, что у вас есть какая-то вот такая схемка, и заместо того, чтобы прокладывать индивидуальные линии, вы решили, ну почему, воспользуемся тоннелями уже существующими, зачем за лишние деньги платить. И вот у вас, допустим, есть какая-то линия, и вы берёте и дополнительно присоединяете ещё вот так вот, и вот так вот. Спасибо компьютеру, который выбрал мне три одинаковых фиолетовых цвета. Ну что ж. Давайте запустим на третью скорость и посмотрим, что у нас выходит. Выходит у нас следующее. Вот в этой точке, вот отсюда, до сюда, у нас сразу три... Сейчас я их разукрашу, потому что спасибо компьютеру, который мне выбрал три абсолютно одинаковых цвета. Сейчас мы их как-нибудь так с вами разукрасим. Почему же это плохо? Дело в том, что в компьютере, здесь в игре, автоматически вспроена функция распределения потока. То есть, когда вы выпускаете на маршрут автобусы, троллейбусы, поезда метро, паромы, неважно. Компьютер стремится их равномерно распределить по всему маршруту. Если мы с вами начинаем вот так вот сбивать вот эти линии, то в результате компьютер может увидеть, что какой-то поезд, например, стоит в пробке. И из-за него вся система сбивается. И тогда у вас вся система, во-первых, резко понижает свою эффективность, а во-вторых, компьютер начинает искусственно их растягивать. А растяжка компьютером здесь происходит следующим образом. Компьютер скапливает абсолютно все в одной точке поезда практически, но неважно, поезда, автобусы. И начинает их по одному отпускать с той интенсивностью, с какой необходимо. То есть, в результате у вас эта пробка может растянуться сюда. И самое вот это главное, закрыть вам проход сюда. То есть, получится эффект снежного кома. Когда пробка в одном месте доходит до перекрестка, этот перекресток оказывается заблокированным. В результате встает еще больше. И так по нарастающей по цепочке. Ошибка вторая. Это соединение станции так называемой паутинкой. Сейчас объясню, что это такое. Наверняка вы это видели. Может быть, даже применяйте в своих городах. Тогда это очень плохо. Итак, речь идет вот о такой схеме, когда от одной станции выходит несколько линий. И они присоединяются к другой станции. Зачастую еще до обновления метро, когда его уже можно теперь и по поверхности прокладывать, и над поверхностью прокладывать. Так вот, до того, некоторые соединяли, когда не было вот этих еще прописанных путей, некоторые прям вот так вот смогли соединять легко метро. Прямо вот так вот соединяли. Вот там, не знаю, вот так вот как-то. Ну, в общем, по-всяческому, люди изощрялись как могли. Сейчас я объясню, что это такое, почему это очень плохо. Ну, собственно, если вы понимаете, в чем проблема в предыдущей ошибке, то вы, тем более, понимаете, в чем проблема здесь. Вот в этой станции. Она будет генерировать огромное количество трафика. То есть, на эту станцию будет приходить огромное количество поездов. При том, что, как я уже сказал, должно быть правило, что на одну остановку, на одну линию метро приходит только одна линия. Так, вот здесь даже не подключается. Ну, и ладно, допустим, что мы как-то по другому сделаем. Вот так вот. Вот это не подключилось ввиду очень острого угла. Ну, ладно, не суть. Итак, давайте смотреть, что у нас получается. Да, давайте здесь еще запустим вот эту линию. Она не будет играть никакой роли, как вам может показаться. То есть, она не заходит на эту станцию. Но, тем не менее, своих проблем она добавлять будет. Так, опять большое спасибо компьютеру, который сделал мне две одинаковые красные линии. Сегодня у компьютера какие-то проблемы с разнообразием, когда я это записываю. Ну, да ладно. Так, давайте включим третью скорость. И вот здесь уже увидим более наглядно, что будет происходить. То, о чем я говорил в предыдущем блоке. Эффект снежного кома. То есть, вот он, он. Причем обратить внимание, что вот эти поезда спокойно проскакивают. Потому что они ждут, вот эти поезда ждут своей очереди. Но при этом, но при этом, если бы мы поставили не здесь, а поставили бы, например, вот тут вот. Ситуация бы очень резко изменилась. Видите? А теперь они вынуждены ждать. Вот. Видите, что происходит? То есть, то, о чем я говорил. Причем, из-за того, что вот эта станция стала транзитной, из-за нее схлопывается весь поток. При этом, как видите, уже пробка дошла до другой станции. То есть, не исключено, что тут скоро вообще все встанет. Все от чего? От того, что вот эта паутинка. То есть, несоблюдение правила. Одна линия метро, один тоннель, одна станция. Ошибка третья. Это прокладка линий метро в одном типе застройки. В нашем тестовом городе все по застройке очень легко и понятно. Вот здесь у нас с вами жилой сектор. Здесь у нас с вами деловой сектор. Вот тут еще кусочек, вот тут еще кусочек. Вот здесь у нас с вами коммерческий сектор. И вот здесь у нас с вами рабочий промышленный сектор. Итак, что же я имею в виду? Я, как видите, начертил две линии. И сейчас мы с вами их проведем. Итак, одна линия у нас с вами будет вот такая красненькая. Из зеленой зоны, да, жилой, в желтую зону, в рабочую. И еще одну линию мы начертим. Она идет из зеленой зоны в зеленую. Компьютер мне продолжает одни и те же цвета использовать. Ну, большое ему человеческое спасибо, конечно, за это. Вот как-то так. Ну что ж, а теперь давайте мы с вами запустим и посмотрим, на какой линии будет больше человек. Первые результаты есть. Ну да, и вы видите, что рост практически многократный. И при том, что здесь поезда, как видите, практически два поезда, и они практически забиты. При том, что вот эти у нас два поезда, ну, вы видите, да, то есть очень мало людей. Что по итогу? Почему это важно? Потому что, во-первых, постоянно я вижу, как по одному типу застройки проводят метро. Не надо так делать. Исключение может составлять, если, например, у вас где-нибудь вот здесь вот, если его вот сюда переместили. Теперь представим себе, что у вас где-нибудь вот здесь вокзал, да, вот так вот. И вы это метро заводите от вокзала. И, например, чтобы у вас его там развезли по, там, например, да, по вот этому жилому району. Вот так вот, да? Тогда это еще можно понять. Но вообще, по району, то есть если он уж не совсем огромный, то все-таки предпочтительно, чтобы внутри одного района, внутри одного типа застройки развозили автобусы. То есть, условно говоря, вот такая станция метро, и дальше мы берем автобус, ну, у меня тут нет автобуса, ну, депо, ладно. И, например, прокладываем одну линию сюда наверх, и еще одну линию, например, сюда вниз. Предпочтительно, чтобы было вот так. Ну, в общем, это все, а теперь переходим к четвертой ошибке. Ошибка четвертая. Это отсутствие пересадок. Вообще, у меня уже был до этого гайд по метро, и он, конечно, очень длинный, но если вам не хочется посмотреть, ну, конкретно хочется узнать по поводу пересадок, посмотрите концовочку этого гайда. Вот она сейчас всплыла, как раз, подсказочка. Вот посмотрите в этом видео концовочку. Там я показываю несколько вариантов, как сделать интересные пересадки, как сделать так, чтобы несколько линий состыковать в одной точке. Интересные очень вещи, рекомендую посмотреть. Ну, а сейчас, на примере вот этого городка, я бы хотел показать, как здесь реализованы пересадки. Здесь нет упора на метро, здесь город построен на основе железной дороги, но тем не менее. Итак, что такое пересадка вообще? То есть надо понимать, что пересадка – это близкое расположение двух станций. В данном случае, вот, например, вот это. Можно ли, например, станцию здесь и станцию здесь считать пересадкой? Лично я не считаю это пересадкой. То есть достаточно долго, и кто это будет проходить? Что при этом можно считать пересадкой? Например, можно посчитать пересадкой вот такую остановку. В данном случае, как вы видите, есть линия метро в одну сторону, линия метро в другую сторону. Здесь одна линия метро, которая идет по прямой, то есть из одного конца в другой и обратно. И вот между ними пересадка. Обратите внимание, что здесь, здесь стоит пешеходный переход. Это очень важно. Если вы, вот здесь, пешеходного перехода не было, то это не было бы пересадкой. Потому что людям для того, чтобы выйти из этой станции метро и попасть сюда, тоже, например, в станцию метро, хотя здесь и монорельс рабочий, но не суть, то им бы пришлось выйти, дойти до ближайшего перекрестка, пройти и пройти обратно. Вот на это обращайте всегда внимание, потому что вот такие переходы, они зачастую очень важны. То есть в данном случае пересадка, вот они вышли, прошли, все, готово. Близкое расположение, это пересадка. Такие пересадки мы организовываем самостоятельно, просто близким расположением станций. Есть вариант, когда мы организовываем пересадку внутри. Внутри одной линии. Например, у меня это вот здесь реализовано. Вы можете увидеть, что вот здесь заходит красная линия, и она делает вот такой полный оборот против часовой стрелки. При этом здесь заходит вот эта бледно-зеленая линия, и она делает поворот по часовой стрелке. Обратите внимание, что в данном случае не нарушается принцип одна линия, один тоннель, одна станция, потому что в данном случае у нас линия идет в одну сторону. То есть обратки нету. Обратка у нас идет уже с другой стороны, по второму контуру. То есть здесь в данном случае реализована пересадка внутри. Люди выходят. Ну вот, например, в данном случае, например, бледно-зеленые доезжают до сюда. Выходят здесь. Они могут перейти. И сразу же с другой стороны сесть на красную линию и отправиться уже, например, вот сюда. И дальше поехать в другую сторону. Ну, в принципе, это здесь, можно сказать, немножечко избыточно. Это больше для красоты было сделано. Но, тем не менее, это тоже пересадка. Обязательно делаем пересадки. Потому что, боже мой, сколько я видел городов, в которых вот так вот протянута одна огромная линия, вторая огромная линия по городу, да? Ну, вот представьте себе, у меня здесь, например, город был бы. Вот так вот линия протянута. Вот так, например, линия протянута. А пересадки нету. И получается, что система разорвана. Она не выполняет своих функций. То есть людям приходится все равно ехать на машине. Если у вас нету пересадок, почему это плохо? Люди будут вынуждены ехать на машине, добираться от пункта А в пункт Б, потому что они не могут на общественном транспорте найти маршрут. Поэтому обязательно делаем пересадки. Ну и погнали, последняя ошибка. И последняя, пятая ошибка, это резкие повороты тоннелей метро. Сейчас, когда вышло новое обновление, когда метро уже можно вытаскивать на улицу, да? То есть проводить не только под землей, но и на земле. И даже уже можно эстакады метро строить. Сейчас это особенно важно, потому что в игре появились уже рельсы метро. И просто так вам никто уже ничего сделать не даст. Ну вот, простой пример. Две станции, как видите, они соединены напрямую и огромной петлей. Но если мы с вами проложим путь, то вы увидите, что да, видите, они проходят исключительно по петле. Почему? Потому что если мы с вами петлю разрушим, то нам вообще скажут, что невозможно найти маршрут. Видите? Он не находит маршрута. Почему? Потому что вот здесь вот просто элементарно нету рельс. То есть вот здесь они не подсоединяются. Для того, чтобы понять, как это выглядит, давайте мы с вами вытащим все на поверхность и посмотрим, да, как это выглядит вживую. Итак, вот у нас с вами станция метро на поверхности. И вот если я беру и, например, отвожу простой прямой участок, да, например, вот до этой станции, то, пожалуйста, видите, рельсы все состыковываются. Если при этом я пытаюсь отвезти какой-то резкий участок сюда, то видите, что происходит? Отход есть отсюда, но отсюда нету. Видите? Здесь нету никаких пещений. То есть то же самое, что у нас с обычными железными дорогами происходит. Первая скорость. И вот что мы видим. Видите, как медленно он идет. Более-менее еще вот здесь. Вот здесь очень сильное замедление. А потом ускорение пошло. Видите? Насколько он быстрее движется. В сравнении с тем, как он проходит поворот. Поэтому избегаем прямых и резких поворотов для того, чтобы не замедлять поезда, чтобы поезда двигались быстрее. Это позволит им, во-первых, побыстрее перевозить людей, что особенно важно уже на последних этапах, когда надо ускорять движение. Когда у вас уже огромный город, надо успевать побыстрее отвозить людей с одной точки города в другой. Но и вообще более плавные, красивые линии. Вам даже в городе будет, поверьте, гораздо приятней. Ну, вот такие вот пять ошибок. Давайте заканчивать. Итак, метро является основным видом транспорта в Сити Скайлайнс. Поэтому обязательно, когда строите метро, запомните эти пять ошибок. Не совершайте их. И ваше метро всегда будет хорошим, всегда будет качественным. Оно будет выполнять свои функции. В городе у вас все будут пользоваться метро, и у вас будет хороший трафик. Также я хочу напомнить о том, что я уже снял гайды по автобусу и по трамваям в таком же формате. Пять ошибок. Можете их посмотреть. В самом конце у вас в конечной доставочке будет плейлист с гайдами. Там же есть очень большой гайд по метро. Он значительно больше этого. Но там прям очень подробно о метро. Я все объясняю, все показываю. И в самом концовке там есть методы пересадок, методы объединения различных линий в станциях и так далее. Можете посмотреть. Там очень интересно. Именно концовку. Ну а я вам всем говорю большое спасибо за просмотр. Не забывайте, если видео понравилось. Ставьте лайк, если оно было вам полезным. Обязательно можете его себе куда-то сохранить, чтобы использовать как настольную книжку. Ну и также я надеюсь, что вы оцените мои страницы лайком. Все. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был Дода. Всем удачи и всем пока.